Момент ещё исправления целого ряда тех замечаний, которые были высказаны, он есть. Поэтому высказываю как бы своё мнение по ходу нашей работы совместной. С этих слов и начал разговор глава Лобинского района. И самым острым вопросом Александр Сачков назвал незавершённое благоустройство во дворах домов на улице Горького. Устранить замечания власти пообещали до 1 января. Наша стройплощадка, которая была гордостью района и города. Но потом, как говорится, народ по-своему всё это воспринял и по-своему, как говорится, поставил условия. Почему того нету, другого нету, третьего, четвёртого и пятого. Значит, здесь как бы уже получается, что до Нового года, Алексей Николаевич, мы должны выйти на уровень того, что мы там должны её завершить благоустройство. Какова правовая там оценка будет всего того, что там ещё один дом не сдан в эксплуатацию. Это очень сложный. Вот два губернатора побывали на пятой площадке. В своё время Александр Николаевич Скачёв побывал, когда это всё дело начиналось. Там встречался с людьми. И уже завершение этого этапа, который мы никак не доведём до конца. И там, Алексей Николаевич, ничего бы этого не было, если бы с детской поликлиники... Сиди, сиди. С детской поликлиники перекрыта была дорога, и никто бы туда не ездил бы. Вот это самое главное. Потому что так как этот вопрос, он остался открытым, вроде никому это не нужно уже было. Вот этот вопрос поднялся, потому что там дети, там пожилые люди. И там жильцам этого дома какой-то уголок надо иметь, а тут со всех сторон машины. Вот и всё. И ничего бы этого не было, если бы были вовремя проведены, так сказать, соответствующие мероприятия. Поэтому как бы это тоже один из наиболее острых вопросов. Они были изложены и первый, и второй. Они изложены и в средствах массовой информации. Вот и по ним, как говорится, и дальше печать прошла. Ещё один адрес с критикой губернатора – заброшенное строительство детского сада. Это место хорошо известно многим, проживающим в районе центральной районной больницы. А вот детский сад на улице Ватутина, реконструкция которого близится к завершению, Кондратьеву понравился. По детскому саду, в общем-то, была сделана очень хорошая дана скачковая оценка. Там не хотел народ выходить. Как бы, ну, увидели сад, всё. Но он говорит, нет, я должен выйти поблагодарить заказчика, вот, вернее, подрядчика за то, что я смотрю, что проделана очень большая и очень хорошая такая работа на высоком уровне. И, как бы, Менькова дала то же самое, Анна Алексеевна, хорошую оценку. Везде завязывался разговор с людьми. Можно было ожидать всё, что угодно. Всё, что угодно. Везде он спрашивал людей, какова обстановка, какое настроение, как вы себя чувствуете. Вот такое внимание, вот такое отношение ко всему этому, оно, как бы, располагало людей к разговору, к беседе. Конечно же, губернатор побывал на площади Победы и возложил цветы. Этот мемориальный комплекс – визитная карточка района. В год юбилея Победы приобрёл новый внешний вид и новый смысл. Ведь сегодня здесь поимённо вековечена память погибших в годы Великой Отечественной войны земляков. И этот проект реализован лишь в двух районах края. Мы на себя взяли очень высокую ответственность. Там по ходу рассказали, как это делалось, что делалось. Это не один год шло, а несколько лет этот вопрос решался. Возложили цветы. Конечно, рассказали о том, что есть перспектива развития дальше и детской площадки, и парка Победы дальше. Такая хорошая оценка была получена. Я думаю, что вот такие моменты, связанные с патриотикой, связанные с памятью людей, они вызывают у него очень такие хорошие эмоции, хорошую оценку. Потому что как бы память... Вот во время таких визитов особенно ощущаешь то, что это сделано было абсолютно правильно. Потому что целое поколение лабинчан, 11 тысяч, это десятая часть района, если по нынешней численности брать. Она как бы лежит там, и она завоевала право сегодня вот этой всей жизни, которая на сегодняшний день есть. Поэтому вот он дал там достаточно высокую такую оценку. Еще один объект, а точнее мнение руководителя края, стал предметом обсуждения на планерке. Ресурсный центр аграрного техникума. То, что увидел губернатор, его впечатлило. Поделился глава Лабинского района. Хорошо была организована встреча со студентами. Вот он с ними также, когда посетили класс, там ребята уже были старших курсов. Там побеседовал по ходу, как идет обучение, как настроение студенчества. Ну, был определенный позитив там в разговоре со студентами. Гречаный достаточно неплохо подготовился, неплохо дал информацию, для чего ресурсный центр, по оборудованию нынешнему показал. Вот где что. И как бы уже уходя, он дал такую хорошую оценку по состоянию ресурсного центра и по своевременности его укомплектования. Потому что вот это не каждое учебное заведение имеет такую степень вооруженности, как Лабинский аграрный техникум. Он показал там и фотографии, значит, на бывшем третьем отделении, что у него сделано, и то, что перешло 960 гектаров земли в распоряжении колледжа, и как бы является учебной базой для студенчества. Это все положительные моменты, которые связаны вот с этим визитом. Людмила Никонова, Наталья Литвиненко, Игорь Исаков, телекомпания ЛАБА.